Объявление было довольно длинным. Я бы сказал проще. Те, кто прижились в DataArt, они выходят счастливыми, довольными и советуют работать в DataArt. Так что вам тоже советую. Правда, я там не работал. Но мы сейчас о другом. Мы сейчас о функциональных тестах. Я сразу прошу прощения. Я немного болею, поэтому я могу внезапно кашлять, еще что-нибудь такое делать. Если вас это раздражает, я ничего с этим не могу поделать, простите. Но сейчас мы поговорим о функциональных тестах. И у меня к вам, наверное, такой совершенно глобальный и сложный вопрос. А часто ли у вас бывает такое, что вы идете, не совсем по функциональной тесты, но, возможно, вам интересен, часто ли у вас бывает такое, что вы идете к какому-нибудь менеджеру или, собственно, к какому-нибудь исполнителю с другой стороны с какой-то конкретной общей проблемой про проект. Вот там, где он ее должен исправить теоретически, а он говорит, знаете, это не моя власть ответственности, ну и как бы откладывает это куда-нибудь подальше. Вот у кого такое бывает хоть сколько-то регулярно? Ну, поднимайте руки, ну, серьезно. Ну, ребят, это не стыдно, даже я поднял руку. Часто ли у вас бывает такое, что вы идете к кому-то и, собственно, просите, вот говорите, что вот есть проблема, просите что-то сделать, или, наоборот, просто вот сказали, что вот есть что-то, что надо решать, собственно, и это дело двигают просто потому, что это не область ответственности этого человека. То есть двигают, шлют нафиг, еще что-то. Просто потому, что ему, в общем, примерно плевать на вас и на проект. Ну, это примерно одно и то же на самом деле. Ладно, наверное, сложно. Тогда попробуем немножко… В общем, тогда я думаю, что в процессе доклада станет понятно, почему это все. Поэтому начнем. Давайте… Сейчас вы поднимите руки, кто из вас, ну, более-менее регулярно программирует на ГО. Отлично. Ну, примерно чуть больше половина аудитория. А кто регулярно на ГО не программирует? Ну, здорово. Чуть-чуть еще оставшихся, но вас мало. Что я точно могу сказать, могу начинать программировать несложно, но, на моем опыте, это продается в компании на раз, два, три. Просто берете, продаете, она делается. Прям советую. А кто из вас пишет юнит-тест регулярно? А кто регулярно не пишет юнит-тест? Ага, окей, четверть плюс четверть. А кто оставшиеся люди? Вы, у вас тесты Гейзенберга? Которые пишут, ну, не вы, например, или как? Маленькие тестики. То есть, они не юнит-тесты, а какие-то другие? Или это такие крохотные тесты, что вы их даже не считаете? Ага, я понял. Окей. 50 на 50 будем считать. Хорошо. А кто из вас пишет не юнит-тесты, а, скажем, интеграционные, функциональные? Вот такие тесты. Ну, неплохо, процентов 15-20. Я думаю, что вам это будет полезно. Я надеюсь. Вот, собственно. Но доклад, большей частью, для остальных. Итак, что будет докладе? На самом деле, докладе будут наши практики функционального тестирования. Как бы без чудес. То, что есть, то и рассказываем. Как бы есть живая боль, живые проблемы. И просто пару примеров кода, чтобы это было не очень голословно. Что не будет? Я не буду рассказывать, как правильно. Я это рассказывал на GoFircon. Я никакого маркетинга тут не будет. Не будет инженерных монстров. Формата мы потратили пару человек лет на то, чтобы разработать какой-нибудь большой тестовый фреймворк. И после этого вот он. Пользуйтесь, наблюдайте и никогда так не делайте. Это все для более большой конференции. Ну, и графиков щитил тоже не будет. Это просто потому, что я пришел сюда поговорить, а не вас обреждать. Обо мне. Я, ну, раз сюда пришел, говорю, разработчик, наверное. TeamLead занимает всякой фигней типа EGL-коучинга и прочей странной фигней на масштабах компании. И вообще ценю как бы гибкость в процессах, в разработке и во всем остальном. И называю это здравым смыслом. И буквально маленькое объявление, если, вот внимательно сейчас, если кто-то из вас очень хочет погрузиться в область data science, но при этом хорошо умеет программировать, найдите меня, пожалуйста. То есть как бы у меня, скорее всего, есть, чего вам предложить. Вот. Я немножко расскажу о том, что было с проектом Megafon TV, когда я туда пришел. Проект только начинался, продукт еще не был запущен в продакшен, он был на финальной стадии. Его делали разные люди. Там какие-то микросервисы были, еще что-то. Частично продакшен, частично нет, но основная часть не в продакшене. И это делали люди, которые прошарены в том, как делать правильно. Которые сделали правильную архитектуру, как должно быть. Рfertители писали красивые юнит-тесты. На самом деле нет, но покрытие юнит-тестами было довольно большим. Которые написали фреймворк для функционального тестирования. Которые, собственно, писали функциональные тесты. Покрыли имену процентов 10 функциональности, но они были покрыты. вот и все это шло к тому что вот мы внимательно проработали архитектуру и начали примете соответствии с проработанной архитектурой и там где мы считаем код чем-то похожим на core там покрываем тестами чем-то очень очень важным с точки зрения пользователей на поливаем функциональными тестами и живем с этим кстати у меня такой вопрос поднимите руки к тому кому кто не до конца понимаешь такой функциональные тесты то есть руковые сомнения да наверно с этого стоило начать 10 рук функциональные тесты это тесты и 5 то есть когда вы тестируете не внутренние функции а именно и 5 системы ну то есть вот фактически вы не изнутри и юниты тестируйте а тестируйте саму функциональность сервиса стало понятнее отлично вот продолжим собственно что в итоге произошло в итоге это все заразилось а дальше выяснилось что есть какой-то безумный поток фич вот я думаю каждый с этим сталкивался что фич сильно больше чем людей вот и фичи не те которые продумали в архитектуре акида с жену внезапную то есть планировали покупки одним способом а собственно есть еще три разных планировали покупки на 30 дней в итоге их сделали через два года и собственно не тем способом вот и и так далее собственно кучу маркетинговых активности которые планировали вообще не заложили в архитектуру и о них никто не думал то есть у них не думали бизнес-аналитики них не думали архитектор а них не думали продуктологи у продуктованеры и вот реально проектом работал два десятка человека никто не подумал о том какой будет маркетинг как с этим жить и вот к сожалению эта реальность на моем опте в любом проекте никто не думает о том что будет в смысле все думают о том что будет завтра но она очень сильно не попадает вот и при этом как обычно сжатые сроки то есть вот мы купили рекламу на первом канале вот выходит и медиатека она вот выходит игра престолов она выходит вот четко 17 сентября и 17 сентября на запускать рекламную кампанию как хотите потому что собственно первая серия выпускается это очень интересным решением когда мы живем на архитектуру мы живем на тесты мы забываем на все мы просто фигачем собственно как и было и с этим жили собственно с такой функциональностью иногда поворачивались назад еще три факторы ли но по факту как то так жили там где тесты работали их поддерживали там где тест там где тесты не работали но по-разному было в итоге не тест обновляли на функциональность и забили просто потому что на них нет ни времени ни ресурсов и поднимать их просто не быстро вот на это вступление а собственно вот про фишка начала происходить дальше юнитесты все-таки писались когда было на это время и в какой-то момент выяснилось что это мало помогает то есть надо рефакторить проекта юнитест мешают то есть вот ты просто берешь функцию хочешь ее грубо говоря куда-нибудь перенести смотришь и сейджи видишь их 50 штук из которых 40 это тест и в этот момент опускаются руки ну вот потому что ты хотел на это потратить полчаса и понимаешь полчаса это не впишется а два-три дня уже ну как бы не стоит оно того и таким образом выясняется что рефакторить не получается и приходится это как-то откладывать планировать еще что-то ну и фактически забивать вот собственно все с этим какие-то юнит-тесты в итоге отвалились просто про рефакторинге ну то есть вот до рефакторинга не были после рефандринг их не осталось просто потому что надо фигачить быстрее проще выпить чертям и забить вот а после этого стала валится функциональность просто что я накопилось какое-то огромное количество и изменение в одних местах стали стала что-нибудь другое ну и чем больше бенслой и тем чаще это случается судя по улыбкам лёша кулович я понимаю что это живая реальность с ростом бизнес-логики но неважно собственно этот момент мы вернулись консуальным тестом просто потому что внезапно и 5 меняется гораздо реже чем логика просто потому что мы поддерживаем мобильные приложения которые не обновляются годами вот реально люди ставят себе на android приложение не обновляет его почему-то и это ну там процентов 10 пользователей например как чувствуешь делать совершенно непонятно ну то есть лучшее что не могу делать они могут перестать пользоваться но но обновиться не слишком сложно вот поэтому у нас и 5 практически не меняется и функциональность и стабильным то есть у нас есть гарантия что если мы их написали и они работают это при фактами не поломаются при факторинге они не изменятся будут проверять ровно то же самое будет проверять также хорошо с одной стороны а с другой стороны выяснилось то что при факторинге больших кусков меняется логика целиком фактически на юне теста переписывать с нуля и это по время сравним с функциональными тестами и общем мы стали это писать и собственно понеслось вот это наш контекст возможно у вас как-то по-другому то есть это какая-то к эволюция проекты и какой-то накал дефицит ресурсов с обилием задач если у вас не так я очень рад за вас правда в чем проблема того что было на самом у нас проблема была в том что мы верили что юнитесту удобно для регресс тестирования то что вот мы постоянно меняем функциональность и юне тесты нам показывают что про регрессии все хорошо на самом деле это не так на самом деле собственно падала много всего падала чаще всего не на уровне логики а где-то на стыках и юнитестами нифига не ловилась в итоге ну юнитестов написано много их поддерживать не дешево помогало это мало вот мы верили что функциональность то можно делать на коленке но это быстро поломалась но мы в это верили вот собственно и мы верили что хороший дизайн избавляет больших изменений корр логики вот подберем продумываем дизайн расспрашиваем всех внимательно спрашиваем думаем всерьез и мы верим что корр логика не меняется и нам не придется переформатировать по 10 раз набору пакетов и всего остального вложенной структуру и так далее не придется менять оказалось что это не так поэтому мы начали делать функциональные тесты и стали биться головой об стену собственно об этом сейчас будем говорить например прям болезненный вопрос которого пришлось начать а стоит ли работать с боды напрямую то есть вроде как идеологически функциональные тесты они должны работать с и 5 не должны случиться в базу данных и это вроде как логично вот поднимите руку кому это кажется логичным а кому это кажется нелогичным ну чуть-чуть рук есть да вот а из тех кто писал функциональные тесты кто из вас не работает с боды напрямую поднимите руки одна рука но вы поняли в общем то есть это не логично но так не работает вот сейчас поговорим об этом во-первых есть пункт инициализации данных то есть когда мы говорим о том что нам нужно ну у нас вот есть кейс который на проверь скажем пользователь покупает фильм нам нужно создать пользователя зарегистрировать его собственно провести всю бизнес-логику поставить ему всякие тарифные планы повесить ему всякие бандлы и так далее и тому подобное и еще там дофига всего вот просто там десяток метров в и пей постучаться а еще к этому создать фильм если он нам нужен создать к нему нужные методы покупок и так далее как вы понимаете это немножко тяжело собственно и здесь у нас достаточно рационально потихоньку пришли к тому что сперва там где было быстро то стали добавлять собственно инициализацию инициализацию напрямую в bd сейчас-то стало еще проще практически ну то есть вот с последними изменениями практически все практически все данные не связируются просто вот функции вот формата создать пользователя это прямо в базе данных создается это прям то что делает код гораздо проще но ты примера будет такая проблема которая была это проверка результата то есть вот мы постучу мы собственно сделали какой-то метод формата купить фильм и нам надо проверить куплен ли фильм причем если куплен ли фильм это понятно как проверить то есть просто попросить поток фильма и как бы если отдали значит куплен или попросить собственно кнопку формата владеешь ли владели пользователь фильмом если владеет значит куплен в ряде случаев это какие-то внутренние штуки. То есть вот пользователь куда-то постучался, где-то счетчик заинкрементировался или еще раз в таком духе. Теоретически это можно вывести наружу в API, но это странно. Вот. В таких случаях тоже проверяем базу, но возможно в вашем случае будет по-другому. Следующая проблема это боль. Боль, которую мы до конца не решили, то есть знаем как решать, но это больно. Это параллельная работа тестов. То есть, с одной стороны, свои тесты хочется параллельить, чтобы они исполнились не 10 минут, а 20 секунд. Ну, все, наверное, этого хотят. Но так не работает, потому что, скажем, если у нас есть один и тот же номер или один и тот же фильм, на который что-то покупается, сразу начинается конфликт во внешних системах. И приходится оставлять последовательно. Дальше выясняется, что разработчиков много, постоянно кто-то что-то куда-то коммитит, дальше у нас есть какие-то интеграционные ветки, релизные ветки. Это все надо куда-то тестировать, выливать. И если это переупорядочивается, то копятся очереди. Это больно. Собственно, в связи с этим все делают, просто ставят много машинок для проверки и они гоняют тесты параллельно. Дальше выясняется, что любая внешняя система с общими данными и она упала. Ну, как бы вот вы покупаете фильм, а вам система говорит, знаете, вы уже покупаете этот фильм, поэтому... Ну, поэтому вам не надо его покупать. И вроде как это, с одной стороны, логично, а с другой стороны, у вас тест упал. С этим понятно, что делать. Нужно рандомизировать все данные, то есть не работать с фиксированными данными там, где это возможно сейчас. Ну, например, в нашем случае просто рандомизировать все полюсские данные. Но это упирается в отдельные особенности. То есть ряд внешних систем работают с реальными системами проверки мегафоновских номеров. Поэтому нужно держать у себя мегафоновские номера в память. Ну, или там, скажем, где-нибудь в базе тестовой. Просто для того, чтобы отдавать тестовой системе правильный номер. И тому подобные проблемы. То есть их надо просто убрать и последовательно решать. Это, к сожалению, не быстро. Мы до конца до этого не дошли. Когда дойдем, тесты будут параллельными, у нас все будет здорово. Но в целом и сейчас неплохо. Тесты параллельно запускаются и падают, ну, не чаще 10% случаев. Но это все равно неприятно. Вот. Следующая проблема совсем боль-боль. То есть мы очень верили в то, что код коверидж будет работать. Но на практику не заработал. То есть вот просто берем, запускаем, хотим код коверидж. Почитали интернета, что гоурутины должны проверять код ковериджам. А нифига подобного. Ну, просто код коверидж говорит, вы не прошлись нигде. Вот. И как хотите. Собственно, сперва на это забивали. Ну, в режиме, ну, можно посмотреть с разных сторон и так далее. Потом пощупали чуть более внимательно. Выяснилось, что действительно код коверидж проверяет только синхронный код. И, собственно, единственное, что можно делать, это заменять стук в API просто напрямую вызовом хендлера. Да, вы это передаете request, response, hdpp, но это вызов хендлера напрямую. Что не то, чтобы здорово. Вот. Мы пока запили на это дело и живем без код ковериджа, возможно, когда-нибудь придем к тому, что будем напрямую вызывать функцию. Но, как вы понимаете, это уже гораздо более условный функциональный тест. Но проблемы решают. Следующая проблема прямо огромная. Нам нужно много данных для тестов. Нам нужны рекламные кампании, нам нужны, собственно, контент, фильмы, сериалы, прочие подборки, редакторские подборки, пакеты, в которых это все лежит, способы покупки, правообладатели и далее, 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 овер дофига сущностей. Как бы создавать их в каждом тесте занятие очень неперспективное. Ну, то есть, как бы, в принципе, можно, но это невозможно не считать, не поддерживать. Поэтому хочется как-то жить так, чтобы это можно было делать быстро. И здесь мы пришли к довольно специфичной штуке. Мы берем стейджинговую базу, обрезаем от нее всех пользователей, оставляем только контент и, собственно, заливаем ее в качестве начальной базы для функциональных тестов. Особенно, что получается? Мы получаем реальные данные, которые можно заполнить мышкой в CMS. Вот, вот реально можно взять, заполнить мышкой, вот хочу этот фильм, хочу вот этот фильм, хочу вот эту рекламную кампанию, вот такие промокодики, вот это все и прям мышкой накидать. Не создавать какие-то сложные 10-вложенные структуры, а вот мышкой. Это удобно, с одной стороны. А с другой стороны, это работает быстро. То есть, то есть, по сумме загрузка данных работает что-то порядка 5 секунд. То есть, прям советую. Больше того, там, где мы это делаем с продакшн данными для того, чтобы грузить пре-продакшн, там оно работает, ну, не сильно дольше, что порядка 10 секунд. Понятно, что у нас фильмов не очень много, ну, в принципе, фильмов в мире не очень много, но в любом случае. Я очень советую, если вы этого не делаете, с этим жить. Прям, то есть, это решает проблему. Вот, кроме того, проблема с источниками данных в том, что иногда нам нужны реальные данные. Вот, как в нашем случае, нам нужны реальные мегафоновские номера, чтобы база BTPN сообщала о том, что этот номер мегафоновский. Просто, потому что его проверяет не наша система внешняя, к которой мы не имеем никакого отношения. И это мы пока не решили, но будем решать просто тем, что загружаем, ну, там, условно 100 тысяч номеров и берем случайный. Веренность перечтения минимальна, поэтому можем с этим жить. Если что-то выпадает, ну, аналогично это не очень часто случается, когда пользователи рвут договора, можно просто выкинуть. Вот. Можно делать API в продакшн, чтобы он отдавал номера, как бы это тоже вариант, но это совсем как-то не аналогично. Как-то так. Но это такие самые больные проблемы, которые были. Собственно, если вы начинаете делать функциональные тесты, вы, скорее всего, об каждой из них побьетесь. Если говорить дальше о том, что происходит, на самом деле, тесты внедряются обычно последовательно. То есть, сперва берем и пишем один тест. Смотрим, радуемся, он работает. Галочка зелененькая. Приятно. А если у вас умные DE, то еще и галочка VDE. Вообще круто. Вот. Дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой тест, и выясняется, что вы пишете дофига буллер-плейт кода и его копипастите. И самое плохое, что вы можете сделать, это продолжить копипастить дальше. Что я видел практически везде, где видел. Если коды относятся хорошо и понимаешь, что надо решать проблемы копипасты, то в случае тестов считается, что это нормально. Ну, в режиме мы их делаем по достаточному принципу, что тут разбираться, фигня какая-то, скопипастил, пошел дальше. Быстрее, можно не думать. В итоге любые изменения, это становится больно, плохо и ужасно. Собственно, сейчас я просто немножко об этом поговорю. Вот, например, два варианта функции. Вот первая функция, это уже после, собственно, пары сессий выделения общего. Собственно, то, что было, то, что стало. Вот, регистр юзер, там по API, на самом деле, вызывается куча всего, типа, ну, там по API вызывается создать пользователя. Удаление пользователя это нужно просто потому, что мы можем функциональные тесты запускать прямо с продакшн-базой, и, в общем, не очень хотелось бы, чтобы там остались тестовые пользователи. Вот. Но, в целом, я думаю, что мы от этого будем уходить. Вот. Дальше добавление номера. МСИЗДАН – это номер и аббревиатура. Собственно, добавление номера с мегафоном, она не сделана в регистр юзер, поэтому добавляется. Это прямо в базу фигачится, и еще и роль у пользователя меняется, вот так, для надежности. И вот так вот делаются тесты. Понятно примерно, что здесь написано в верхней части? Это чисто инициализация пользователя. То есть там еще после этого инициализация фильма, после этого тест, после этого проверка результатов. Ну, в общем, тесты получаются длинными, и читать их не очень весело. Вот. Но на самом деле можно внимательно подумать и делать вот как в следующем пункте написано. И не то, чтобы это очень сложно. То есть можно просто вот взять буллер-плейт-код, вынести в функцию. Это кажется банальным. Я знаю. Вот когда я посмотрел на эту презентацию, я решил, что, ну, блин, все люди умные, все знают, что так надо делать. Но потом вспомнил, что мы с этим два года жили, и нет. Потом вспомнил, как было в предыдущих местах, и тоже нет. Вот, серьезно, вы можете выносить общий код, вы можете рефакторить это дело и поддерживать, ну, собственно, фреймворк тестирования как полноценную часть кода. И это делает жизнь гораздо лучше и приятнее. Вот. А теперь посмотрим, что происходит дальше. Все в том же тесте. Это на самом деле тот же тест. Вот. Дальше берется фильм «Последний ключ». К нему берется запрос «А давайте-ка мы его купим?» С параметрами «Купим навсегда и за бесплатно». Ну, да, это VIP-покупка, поэтому здесь это работает. Вот. И дальше фигачим. Она что-то немножко не влезла? Да, она не влезла. Мечалька. Вот. А дальше мы берем наш замечательный тестовый фреймворк и фигачим. Стучимся в Куки. Ну, смотри, делаем пост с Куками. Куки – это просто подпись пользователя. Собственно, стучимся в тот URL, который сверху создали. С пустым боди. Собственно, ожидаем 200-й ответ и парси. И проверяем, что покупка произошла. И после этого отдельно проверяем, что покупка произошла. Ну, то, что покупка действительно закончена и право выдана. Ну, собственно, это вот второй запрос. Проверка прав. И, собственно, здесь проверяем, что она отдала то, что нужно. Это то, что, как бы, ну, года полтора точно жила, собственно, у нас в тестах и отлично жила. Вам нравится? Не, ну, мне нравится. Поднимите руки, кому вот это окей и с этим хорошо жить. А кому с этим плохо жить? А всем остальным наплевать? А, надо подумать. Окей. На самом деле, логика в том, что пока таких тестов мало, это хорошо. Когда таких тестов 50, когда таких тестов 1000, это становится неподъемным. Черт. В общем, логика в том, что дальше это слупается функция, но это противилась презентация, поэтому простите. В общем, я хотел сказать только то, что вот это вот все просто ужимается в одну функцию. Ну, в смысле, вот два вызова формата постучаться и проверить. Вот. И больше того. Дальше следующим пунктом после проверки происходит следующее. То есть, вот когда вы таких тестов написали два, три, четыре, пять, все хорошо. А когда, ну, на самом деле, уже начиная с пяти, кажется, что вы пишете много более плейт-кода и проверяете примерно одно и то же. Ну, то есть, вот, реально разные роли, разные типы покупки, разные фирмы. И, собственно, делаем, покупаем и проверяем, там, купилась, не купилась, ошибка, не ошибка. То есть, из этого мы можем просто составить, вот, выделить общие части, там, реально, десять параметров, составить из этого структурку и, собственно, вынести общую функцию в табличный тест. А, собственно, ну, табличный тест – это просто вот набор параметров списком и общий тест на все проверки. Сразу их делать, как показала практика, не надо, потому что они плохо выживают. Ну, потому что, на самом деле, там, в процессе понимаете, что это оверинженеринг дикий. Но по мере накопления это очень полезно. Вот. Что дальше? Как это внедрять? Недрять – это просто берете нашу библиотечку, ну, или сами пишите, там, на самом деле, код четыре строчек пишется за пару дней. И полезного кода из этого, если без которого нельзя оживить, строчек пятьдесят, вы, в принципе, можете к на коленке нафигачить. То есть, как вы пишете, тест-мейн, который инициализирует это дело и живете. Ну, я серьезно, это настолько просто. А, тест-мейн запускается просто при старте тестов. EnableF нужен просто потому, что мы хотим прогонять GoTest по всему проекту и не хотим прогонять функциональные тесты всегда. Ну, наверное, многие так хотят. Ну, мы, по большей мере, хотим, чтобы GoTest на проект не прогонял функциональные тесты, а они шли отдельно. Вот. Но, в принципе, можно жить и без этого. Но, собственно, что есть? У нас есть ограничения. Когда, в принципе, нужны функциональные тесты. На самом деле, функциональные тесты работают, когда у вас проект долговременный. Если у вас короткий проект, скажем, на полгода, то это нафиг не нужно. Ну, то есть затраты, скорее всего, не окупятся. Пусть руками проверить и выкинуть. Или писать там, где это тяжело проверять, и оно часто ломается, но очень хорошо понимая, что вы делаете. И только в случае, если вы умеете писать тесты. Именно эти, именно так, как нужно. Потому что учиться уже неосмысленно. Вот. Если логика очень сильно внутренняя и наружу не торчит, или торчит как-то через одно место, то тоже функциональные тесты – это плохая идея. То есть там надо делать какие-то достаточно высокоуровневые юнит-тесты, но не функциональные. Далее важная проблема, об которой мы тоже белись головой. Если у вас нет документации к проекту, ваши тесты будут говно. Просто потому, что это документация. Если вы понимаете не так, как написано – это не работает. Если вы не знаете, как это должно работать – это не работает. Если вы, ну, в общем, вы поняли, как бы, если вы не знаете, вам просто тяжело писать, собственно, функциональные тесты. И приходится очень много разбираться и биться. Если вы примерно догадываетесь, но на самом деле не угадываете, как оно на самом деле. Ну, так бывает, там, условно, в паре процентов случаев. Вы написали тест, который проверяет неправильное поведение. Вот просто вдумайтесь в это. Вы написали тест, который проверяет неправильное поведение. Это не очень часто, но за такое пролетает настолько больно, что об этом важно проговорить. И я не знаю, как это решать в каждом конкретном случае, но без этого жить тяжело. И последнее, что нужно – нужны сильные инженеры для внедрения и время для них. То есть, если у вас, как бы, команда медлов, не факт, что у вас заведется. Без шуток совершенно. То есть, как бы, тут нужно хорошо понимать, что происходит и что вы делаете. Но зато есть плюшки. Мы об окупах узнаем почти сразу. И вот это то, ради чего это стоило делать. Там, где написано функциональные тесты, не страшно нанять рефакторинг. То есть, у нас был случай, когда мы реально перефигачили все упаковки, и там, где были написаны функциональные тесты, оно работало. И было не страшно это отдавать дальше. И все затраты… То есть, вот в тот момент, когда стали делать большой рефакторинг, все затраты на тесты показались… Ну, просто окупились многократно. И это была инициатива отдельных людей. Я им до сих пор за это очень благодарен. Что потратили и сделали. Вот. Дальше там, где написано функциональные тесты, доработки после ручной проверки стали… Ну, вот по моим прикидкам, по статистике раз пять меньше. То есть, там, где, словно говоря, пять, семь, восемь дней, вот происходило что-то в формате после ручного тестирования, принесли баг, его поправили, что-то поломалось, принесли новый баг, ну и дальше итерациями. А еще при этом есть код-ревью, смены архитектуры, кто-то еще чем-то недоволен. И оно реально растягивается на неделе в некоторых случаях. А тут багов стало прям в разы меньше. Когда регрессионно что-то ломается, это сразу ловится функциональными тестами. И, ну, реально, там, где было восемь, стало полтора дня. И прям это… Ну, вы не представляете, насколько это круто. Вот. Это там, где работа сокращает в разы интеграционные… сокращает ручное и n-to-n тестирование. То есть, например, со стороны приложения мы можем не проверять в 100 кейсах то, что покупка работает, а проверить то, что нажать на кнопку «купить» таки срабатывает. А то, что она срабатывает во всех кейсах, нас не очень интересует на уровне мобила. Ну, аналогично с ручным тестированием можно не прогонять все 100 кейсов, а просто проверить, что этот работает, а остальному верить… в основном верить функциональным тестам. Для того, чтобы это работало, это нужно интегрировать с системой, которую пользуются с QA. Пока вы не интегруете, они этим не смогут плюс, к сожалению. То есть, я очень надеялся, что смогут, но нет. Вот. Следующий момент, он тоже очень важный. По мере того, как разработчики пишут функциональные тесты и разбираются в том, что происходит, они познают, что такое боль QA. В принципе, вот как ломается код и почему это плохо. Вот в одном месте починили, в другом месте поломалось, в одном починили, в другом поломалось. И это происходит постоянно. И вот эта боль познается в процессе. Познается боль того, что вроде как очень простая логика, описанная кратко, она в итоге имеет несколько десятков тестов, а то и несколько сотен. Причем вот таких, которые не напишешь, после этого страдать будешь. Вот. И появились примеры запросов ответа в лекономитации. Это вот в том тестовом фриворке, который был. Он прямо из коробки. Это тоже очень удобно. То есть, это можно автоматически генерировать, и это прямо офигительно. Просто на практике это никто не обновляет. Как-то так. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Спасибо, что поделились своей болью. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про тесты функциональные. И правильно имею в виду, что REST интерфейс имею в виду API? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, у нас HTTP REST интерфейс. Но в реальности… АПЛОДИСМЕНТЫ В реальности… Он очень работает? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В реальности это не так важно. То есть, какой-нибудь gRPC также можно тестировать. Просто в нашем случае это не очень актуально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, проблема у вас не в том месте, где вот постучаться в что-то фиксированное. Проблема в том, что у вас environment надо инициализировать. Проблема в том, что вам нужно проверять что-то другое. То есть, вы увидели, вот тут был тест покупок. Мы, собственно, одной функции что-то сделали, другой функции проверили. А на самом деле там еще две проверки после. И Swagger в этом нифига не помогает. То есть, когда у вас тест становится чуть проще, чем тупо постучаться в эту патентную сущность, оно не работает. Я понял. Спасибо большое. Виталий, спасибо за интересный доклад. Было действительно очень интересно. В начале доклада вы упомянули проблему парализации, распараллельного тестов. И упомянули также, что вы уже знаете, как вы будете это решать. Поделитесь, пожалуйста, опытом, вашими соображениями, как в вашем конкретном кейсе лучше решать эту проблему. Которую проблему? Парализация тестов, устранение гонок, рейсов между тестовыми данными. Насколько я понял, по крайней мере из ваших слов, при каждом прогоне тестов вы подгружаете уже существующий дамбаза, плюс тесты что-то сверху генерируют. Каким образом вы хотите ускорять тесты, то есть их параллелить, делая много экземпляров баз, то есть ростом по ресурсам, или усложнением фреймворка, то есть усложнением алгоритмизации и так далее? Смотрите, во-первых, мы нередко упирались даже не в свою базу, а в внешние системы. То есть вот, скажем, есть внешняя система, в которой происходят покупки, ну, списание с мобильного номера. То есть, да, там тестовая система, реальных списаний не происходит, но туда-таки что-то стучится и проверяет. И не дай вам бог это выпиливать из системы, потому что оно ломается. Да, собственно, и что делать с гонками? Самое главное, что делать с гонками – это рандомизировать. То есть гонки случаются потому, что мы покупаем на одного и того же пользователя. Покупаем на разных, нет гонки, потому что у нас в продакшене… Ну, то есть, как только мы живем в продакшене, то есть вот 10 пользователей одновременно что-то покупают, если при этом будет гонка, то вы в продакшене будете падать. Соответственно, просто берем, рандомизируем входящие данные, ну, рандомизируем те данные, собственно, на которых запускаем тест, и такой проблемы нет. То есть, ну, быстрое решение – это вот точно так же, то есть вы, скажем, покупали один и тот же фильм, вместо того, чтобы покупать один и тот же, покупаете один из сотни, которые там есть. Какая-никакая рандомизация делается на коленке реально минут за 15 и решает проблему здесь и сейчас. Понял, спасибо. Да, вот у меня такой вопрос будет. Как решили вопрос довольства разработчика? Юнит-тестирование – это такая очень интересная тема, она хорошая тема еще, что она дает разработчику понимание того, что его код работает, хотя бы в его представлении работает. И в отличие от интеграционного теста, которых мы запускаем на стейджинг-серверах, у нас мгновенный практический отзыв. То есть мы написали код, написали тест, получили отзыв, тут же мы довольно счастливы. В интеграционном тестировании мы ждем момента, когда это произойдет, пока оно задеплоится, развернется, все это начнет работать. Как с функциональными тестами быть в таком варианте? Как сделать так, чтобы разработчик был доволен и при этом сократить момент до того, как он был доволен? Тут ровно та же ситуация. В том виде, в котором у нас сделано, ты запускаешь просто GoTest с фильтром, и он получает обратную связь сразу. Прямо на своей машинке. Но это работает за счет того, что мы интегрировали это дело напрямую. То есть оно сразу интегрировано с GoTest-системой. То есть и там вот-вот есть тот самый тест-мейн, который запускается при инициализации тестов и работает. И вот оно, собственно, решение. То есть просто берешь, запускаешь один тест и работаешь. Отдельно ты можешь запустить функцию, которая, собственно, инициализирует базу. То есть заново ее инициализирует все локально. Поскольку все крутится в докере, у нас Dronesci, поэтому все докер, все прям удобно и работает везде, даже на Windows. В общем, в любом случае, это отличный вопрос. Прямо хорошо дополнен доклад. Спасибо. Вы в своем докладе упомянули, что пробовали работать с GoCodeCoverage и сказали, что он не работает для GoRoutine. А для какого Go он не работает? Смотрите, вот у вас есть одно и то же приложение, которое поднимает API и которое стучится по API и по HTTP. Нет, я понимаю, что это не работает. Я к тому, что вопрос, он не работает на каком Go? На 1.9, на 1.10, на 1.8. То есть он в принципе не работает. Слушайте, давайте вопрос в аудиторию. А у кого стоит в продакшене не последняя версия Go? То есть не 1.10, а пораньше? Ну, 4 руки. Ребята, мы живем на последней версии Go. Ну, в реальности. Спасибо. Спасибо, Виталий. Еще один вопрос, опять же, связан с тем, что вы ходите на реальную базу. Вообще тесты говорят о том, что они должны быть максимально простые, но вы накладываете то, что есть еще сложность того, что вы проверяете как бы еще и работу с базой, что у вас ничего не сломалось. Даже если у вас поднимается все в докере, есть еще такое понятие, как схема. И мы живем в мире, в котором схема может изменяться, накладывать какие-то обязательные данные, которые сломают старую реализацию. Как вы это решаете? Вы каждый раз накладываете схему? О, это отличный вопрос. Прям спасибо. Я об этом не подумал. Это надо было в презентацию добавить. У нас используется система миграции данных. То есть как бы до этого был какой-то миграид, сейчас ГУС используется, мы его подпиливали под свои нужды, чтобы он работал нормально. Это, на самом деле, огромная проблема. Практически все системы миграции умеют накатывать миграции последовательно. А поскольку у вас полуреквесты идут асинхронно от разработчиков, они приходят тоже непоследовательно. Поэтому надо их подпиливать. Но мы подпилили, и в итоге ГУС это поддерживает. Спасибо Степе, который сидит в первом ряду. Он это, собственно, делал. Как мы живем? Мы при забирании данных со стейджинга просто берем табличку, в которой написано иммиграция ГУСа, которая, собственно, ну, ГУСа, которая закончена. Если в, ну, собственно, в нашем коде появились миграции, но они сверху накатываются. И это работает прозрачно, из коробки, и прям, ну, выглядит как магия. Ну, все равно что-то же собирает, получается, да, там время от времени схему. Или вы живете там от какого-то начального, да, инкрементального значения и постоянно накатываете. Как это происходит? У нас сейчас последняя иммиграция, по-моему, 267, и все 267 лежат прямо в базе, ну, если прямо в коде, никому не мешают. Прямо последовательно 267 файликами. Как бы инициализация… То есть обычные юнитесты у нас прогоняются без инициализации базы. Прямо на живую прогоняются все миграции. Занимает это, ну, блин, ну, реально, ну, секунду максимум. Ну, я понял. Спасибо. Такой еще вопрос. Это у вас все так или иначе монолит или какой-то СОА, микросервисы, что-нибудь в этом духе? Вопрос связан со следующим. Ну, в общем, допустим, если у вас какая-то распределенная плюс-минус система и кучка микросервисов, вы интеграционное тестирование для каждого отдельного микросервиса проводите или только, скажем, эффект на всю систему в целом? У нас немножко специфичный случай. У нас практически вся логика в той системе, которая общается напрямую с пользователем. То есть, в целом, инфраструктура микросервисная. То есть, есть, ну, штук пять вынесенных сервисов разных. Вот. И они, к сожалению, на текущем времени достаточно стабилизированы, чтобы тесты написались по остаточному принципу. Вот. Какие-то тесты там крутятся, даже функциональные их… И они сейчас… Ну, вот там, где это нужно делать, они сейчас на этапе… Вот, скоро закончим и сделаем так, чтобы они работали и прогонялись в СССР. Но, к сожалению, реальность такая. То есть, в случае микросервисов там просто отдельные… Ну, там просто делаются отдельные функциональные тесты, чтобы нормально локализировать баги там. Вот. Ну, и понятно, чтобы… Не мержа полу-реквеста от внутреннего микросервиса, получает ответ, что мы что-то не так сделали. Вот. Но, в целом, практически все тесты написаны на ту систему, которая работает с пользователями, и… Она проверяет практически все, что нужно. Окей. Спасибо. А, да, важный момент, который надо, наверное, сказать. У нас тестовая среда работает с… Вот с микросервисами стейджинга напрямую, вообще не напрягаясь. И это позволяет нормально… Ну, то есть, не инициализируйте свою инструктуру, а работать напрямую со стейджингом. Как бы, если у вас есть такая возможность, прям советую, это очень здорово. Давайте похлопаем Виталию. Большое спасибо за доклад. Давайте, наверное, не будем делать перерывчик. Нас тут попросят, ну, буквально там 5-3 минут, и сразу перейдем к следующему докладу. Ну, так.